В данном видео я расскажу вам о призраках, показанных в мультсериале Gravity Falls. Вы узнаете про категории, приведение их способности, преследуемые цели и про многое другое. Если вам все понравится, то другие существа из обсуждаемого мультсериала не заставят себя ждать. Я знаю такого специалиста! Друзья, сегодня у нас в ролике очень необычный спонсор. Кто, как не вы, знаете ценность современных гаджетов, но даже от них хочется порой сбежать. И поможет вам в этом. Задолбала полная батарея! На помощь придет разряжатель батареи Black Hole! Самое быстрое устройство разрядки в мире! От 100 до 0% за 15 секунд, независимо от емкости батареи. Энергия входит и не выходит гарантированно. Раз-два, и батарея села? Ага, класс! И зачем мне это? Круто! Теперь мой телефон не работает. Разряжатель батареи Black Hole! И ты на нуле! Заказывай на BlackHolePower.com Ну что, готовы приобрести такое устройство? На самом деле все это, конечно же, шутка. Ведь настоящий спонсор старая добрая темно-фэнтезийная Raid Shadow Legends. Raid это пошаговая коллекционная РПГ, в которой вам придется возглавить банду чемпионов. Прокачивать их, снаряжать, водить в рейды подземелья и добиваться респекта на арене. Объединяться в гильдии, выносить мост клановым боссам. В рейде огромный выбор персонажей. 16 различных фракций, так что каждый подберет себе чемпиона по вкусу. Героев можно прокачивать не только в инстах и выполняя крутую сюжетку, но и в таверне, просто скармливая им неудачников. Рейд уже доступен на ПК. Ежедневные награды за посещение увеличены. Вместо 90 дней вы будете получать бонусы аж 180. Да при том не только самоцветы и рубины, но и легендарных чемпионов. Например, скиллу окрыленную. Я бы с такой сходил в рейд. Ну и самое крутое, что все это совершенно бесплатно. Скачивайте рейд именно по моим ссылкам в описании и получите хорошие стартовые награды. 100 тысяч серебра и крутого чемпиона ворожею. Торопитесь, бонусы доступны только следующие 30 дней. Итак, кто же такие призраки? Это души погибших людей, которые не попали в ад или рай, а застряли на земле. Происходит это по определенным причинам, которые могут быть как совсем безобидными, например, изначальное нежелание покидать мир живых, так и более страшными, например, убийство или желание отомстить. В конце концов, большая часть призраков начинает искать кого-нибудь, кто мог бы их упокоить. Правда, обычно это происходит после того, как они завершили все свои незаконченные дела. В некоторых случаях привидением вполне комфортно живется и в мире живых, покидать которые они не желают. Такие экземпляры обычно привязаны к определенному месту, территорию которого лучше не пересекать и не нарушать покой его обитателей. Ладно, ладно, ладно! Плюс неким подобием призрака человек может стать из-за воздействия сильных демонов или сверхъестественных созданий. Они могут лишить свою жертву тела, выкинув ее душу в лабиринты разума. Лишенный в местилище человек фактически будет представлять собой самое настоящее привидение, обладая при этом их базовыми способностями. Как ты меня остановишь, если ты не существуешь? Призраки Gravity Falls в соответствии с наблюдениями Стэнфорда Пайнса делятся на 10 категорий. У каждой из них различается характер, способности, преследуемые цели и многие другие моменты. Существа первой категории являются самыми безобидными и обычно не представляют никакой угрозы для окружающих. А вот в десятую категорию входят самые жуткие и страшные призраки, встреча с которыми в большинстве случаев закончится для человека крайне плачевно. А, ясно. Сразу уточню, что в качестве заглушек я буду использовать фрагменты из разных фильмов, в которых встречаются привидения и разные аномальные твари. Сделано это по двум причинам. Во-первых, в мультсериале было показано крайне мало призраков. Во-вторых, все привидения из дневника основаны на тех или иных аналогах из популярной культуры, а потому заглушки будут более чем уместны. Привет! Меня зовут Каспер. Итак, первая категория, именуемая АУ. Как выяснил Стэнфорд Пайнс, призраки этой группы не представляют существенной опасности для человека. Они покинули мир живых по неудачным, чаще всего безобидным стечением обстоятельств, вследствие чего они всячески стремятся присоединиться обратно к роду человеческому. Причем стремление это обычно носит неутолимый характер. Я уже живой? Как вы понимаете, сделать этого они не могут, а потому все, что им остается, так это пытаться найти себе друзей среди живых. Несмотря на то, что призраки первой категории довольно милые, они могут довести человека до нервного срыва. Стоит вам всего один лишь раз проявить к ним интерес, или тем более согласиться поучаствовать в их играх, так они станут преследовать вас годами. В принципе, ничего опасного в этом нет, но навязчивость таких привидений может отрицательно сказаться на вашем психологическом состоянии. Изгнать первую категорию довольно просто, но обычно этим никто не занимается из-за незначительной угрозы. Да и способности у них крайне примитивны, по большому счету ограничиваются поднятием предметов в воздух. Вторая категория призраков называется хулиганами. Они мало чем отличаются от первой категории, за исключением нескольких моментов. Словно самые настоящие гопники, они сбиваются в небольшие группы по две-три особи. Только в таком виде они становятся достаточно храбрыми, чтобы нападать на людей и призраков-одиночек. По одному же хулиганы довольно трусливые, будут всячески избегать любых конфликтных ситуаций. Правда и в группах они особой опасности не представляют. Все, что они могут, так это делать разные мелкие пакости, например, швырять вам под ноги предметы, чтобы вы упали, отодвигать стул, на который вы хотели сесть, ну или налеплять на вашу спину табличку со словами «Пни меня». Изгоняются так же просто, как и первая категория, но при этом несут и некоторую пользу. Если к живому человеку пристал призрак-одиночка, то он может найти парочку хулиганов, и те с удовольствием начнут гоняться за своим более слабым собратом, давая людям шанс унести ноги. К третьей категории относятся проглоты. Опять же, как и уже перечисленные особи, обсуждаемые не представляют для человека какой-либо серьезной угрозы. А вот кто находится в опасности, так это ваша холодильник, лодовая и другие помещения с едой. Про глоты интересует только пища. Оказавшись у вас дома, он сразу же начнет отправлять в свою огромную пасть все продукты питания, которые сможет найти. Хорошей новостью является то, что данные привидения не способны переваривать пищу, а потому она благополучно окажется на полу. Правда, при этом ее товарный вид серьезно пострадает. Да и вряд ли вы захотите кушать упавшую еду, которая еще к тому же будет вся перепачкана эктоплазмой. Ну а факт того, что проглоты источают просто ужасный запах, остающийся и на продуктах, только усилит ваше желание сесть на диету. В четвертую категорию входят картины с привидениями и призраки, основанные на картинах. Как понятно из названия, такие существа могут населять почти любые изображения, наблюдая из них за живыми людьми. Мало того, они без особых проблем могут покидать места своего пребывания, чтобы пугать несчастных жертв. Также они легко перебираются с одного изображения на другое. Например, с картины на купюры разного достоинства. Он исчез? А ты думал, что он будет с тобой целый день? Самым эффективным способом борьбы с такими призраками является использование серебряных зеркал. Попав внутрь одного из них, эти создания уже не могут просто так из него выбраться. К пятой категории относятся душесосы. Эти крошечные привидения выбирают случайную жертву и начинают медленно поглощать ее жизненные силы. Процесс этот крайне неспешный, а потому его не всегда удается заметить сразу. Человек просто будет с каждым днем становиться все более вялым и слабым. К счастью, питаясь душой своей добычи, такие призраки становятся материальными и постепенно начинают увеличиваться в размерах, напоминая воздушный шарик. Любое физическое воздействие приведет к уничтожению душесоса и последующему восстановлению самой жертвы. Сам ходишь как вампир и не как киношный! В шестую категорию входят болевые фантомы. Эти дальние родственники синобитов из восставших из ада напоминают готов-мазохистов. Мало того, что в качестве одежды они предпочитают использовать черную кожу, так и все их тело в буквальном смысле утыкано гвоздями, иглами и прочей острой бижутерией. Если призвать такого призрака, то он будет издеваться над вами как физически, так и психологически. В противном случае, если ритуала призыва не было, то и никакого вреда существо нанести не сможет. Все, что ему останется, так это издавать разные страшные звуки и отпускать угрозы в ваш адрес. Седьмая категория призраков именуется вечными ключами. Один раз в поколении душа случайного погибшего человека превращается в так называемый вечный ключ. Это потерянное и непрекаянное создание вечно жалуется Иноид. А все потому, что оно не знает, что ему следует делать и куда нужно идти. Целью же его является окаменяющий камень, который относится к восьмой категории призраков. Если они соединятся, то смогут выпустить на волю крыкскыкса непроницаемого. Кстати, эти персонажи являются неочевидной на первый взгляд, но все же отсылкой к хранителю врат и хранителю ключей из охотников за привидениями. По сюжету они должны были соединиться и открыть проход для гозера-уничтожителя. А вот призраки из Gravity Falls встретиться, к счастью, никак не могут. Они появляются в разное время, а потому ни о каком освобождении крыкскыксла речи не идет. К девятой категории относятся сонные пижоны. Эти призраки не атакуют вас напрямую, а поджидают в мире сновидений, превращая приятные сны в самые настоящие кошмары. Причем они не просто пугают своих жертв, они доводят их до состояния полного отчаяния, уничтожая на психологическом уровне. И так как дело происходит во сне, то подобные издевательства могут продолжаться целую вечность. Мама, побег! В десятую категорию входит несколько самых опасных привидений, которых боятся не только все еще живые, но и все остальные призраки. К ним относятся мрачный жнец, могильный жилец и скользкий ползец. Появление этих созданий можно определить по значительному снижению температуры. Разница может составлять целых 30 градусов. Вместо огня из камина будет выливаться кровь, а игрушки и чучела животных начнут говорить и выть. Возможным способом спасения будут мольба и милосердие, но вероятность того, что они сработают, крайне мала. Такие привидения сеют смерть и разрушение всему живому. К счастью, почти любых призраков можно развеять одним крайне эффективным заклинанием. Повторяйте вместе со мной. Эксодус, Демонус, Ужаснус, Кошмарус, Небоярус, Привидус, Нивидарус, Уходиус, Нафигус, Шамалалала. Теперь мы будем звать тебя Мистер Крутой. Молодец, малыш, выдаёт. Хотя гораздо проще использовать самый надежный способ решения проблемы. Убежать. Ну нахер. Так как чаще всего призраки не покидают место своего пребывания, то выйдя за его пределы, вашей жизни уже ничего не будет угрожать. На самом деле, 10 описанных категорий были придуманы Стэнфордом Пайнсом. После столкновения Диппер с призраком лесоруба по имени Арчибальд, Мальчиган ввёл 11-ю категорию. Способности этого привидения невероятные. Он может превращать людей в деревянные статуи, временно оживлять изделия таксидермистов. Также он может управлять огнём и легко манипулировать любыми предметами. Появляются такие призраки после того, как происходит какая-то ужасная несправедливость, приводящая к смерти несчастного человека. Лишь искупление подобного преступления может заставить духа отказаться от мести и навсегда исчезнуть. Кстати, Арчибальд является предком Венди, если вдруг вы об этом не знали. Это всё на сегодня. Если вам понравилось, ставьте свой призрачный палец вверх и оставляйте комментарии эктоплазмой. Спасибо и помните, что не стоит злоупотреблять улыбашками. А ты что думаешь? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!